Если вы помните, я рассказывал в прошлом году о жителях разных варш. Они живут на нашей части земли, которую мы не видим. Вот, допустим, нам выделено 42 тысячи нашей варши. Я вам рассказываю, как выглядят люди следующих варш, других. Мы даже не знаем, сколько много людей еще живет на нашей варше. Мы даже не знаем о их присутствии здесь. Они очень красивы, очень благочестивы, они живут дольше нас так же. Некоторые из них живут так же по 10 тысяч лет. Оттуда рождаются разные эти мифы, что якобы есть какие-то мудрецы здесь на земле, в лесах, которым по многу тысячи лет и так далее. Это с другой области собственной нашей земли. Наша земля, мы еще больше половины не знаем территории местности, воды, больше воды, больше земли на нашей варше. Говорится, что как раз вот это золотое вкрапление века Лесати, сейчас мы с вами начинаем, как бы открыли этот век Сати. Когда ведическое знание широко распространится по всему миру, вот этому миру 42 тысячи наших, люди изменятся, изменится их сознание, они очистятся. И тогда они будут допущены в эти области, будет открыта, карта будет полностью изменена. Так же, как млечки. Как вы думаете, какими картами мы пользуемся? Картами ведическими или картами млечек? Млечки заново открыли для себя. Они даже не знали о наличии того, что есть Америка. Вы представляете? Это просто нонсенс. Они не знали, что есть Северный полюс. Они не знали, что есть другие континенты, Австралия. Они не знали даже об этом. И они рисовали карты. Если вы возьмете в Средневековье, там нету этих вещей. Там нет Америки на их картах. Они рисуют мир, карту мира, и нету континентов других. Представляете? Это карты млечек. В Ведах описываются такие. Не только Америка, Австралия или что-то там. Описываются другие континенты, которые тут же находятся. Совершенно другие континенты. Даже в античной литературе, в античных памятниках есть и Америка, есть и Австралия, есть какие-то другие континенты и другие земли, которые они считают, что это мифы. Мифы и легенды. Даже еще античная культура имела прочную связь с ведическими представлениями. Хотя это уже античная культура, это культура млечек. Но потом мы увидим, какая деградация была, что они заново открыли. Как вы думаете, откуда это выражение? О, открыл Америку. Вы думаете, это мы придумали, да? То есть в смысле, что Колумб ее уже открыл, а ты ее опять открыл. Нет. Это выражение «открыли Америку», говорится, пришло из Индии. Арабы и индусы стали говорить там. Арабы тоже знали, что там есть континент, что там живут люди. Для них это было настолько естественным. Но млечки, которые деградировали, они заново открыли. Поэтому у нас история очень странная. Очень странная наука и все остальное. Тут яблоки падают у нас, так сказать. В ванну кто-то бросается, вода выливается, так сказать. Открывают еще один потрясающий закон и так далее. Вот я говорю, как сумасшедшие в камере, так сказать, свои. Что-то мы там для себя открываем. Весь мир идет по своим законам, а мы по законам сумасшедших. Так сказать, тут и у нас свои, так сказать, авторитеты и все остальное. Очень странно. Область 42 тысячи. Да, и тут у нас даже одного императора нету. Да, психушка 42 в диаметре. И, так сказать, у нас тут свои императоры, которые тут бьются, бодаются там за нефть, там за что-то еще. Кто там чего, за мавзолеи, так сказать, за то межрелигиозная такая война идет. Так вообще, все христиан, нет, все мусульмане, нет, все ведуны. Так сказать, и того, елки вообще. Удивительно, мы очень удивительная среда. И все мы претендуем на абсолютность. Самая высочайшая наша агрессия и тупость, что мы думаем, что мы знаем. Мы понимаем, хотя бы одну миллиардную истину. Есть больше земли, больше воды. Совершенно другие живые существа есть. Совершенно такие. И мы претендуем. Потому что мы хотим жрать, хотим наслаждаться, хотим власти, хотим почести, славы. В своей славе хотим показаться народу, слава своей религии. Мы обусловлены, помните, да? Низшие формы обусловленности, вы помните, да? Мы говорили, карма каме. Кама означает вожделение. Когда человек совершает греховные поступки, у него увеличивается вожделение, которое выражается в разных видах привязанности и восприятия мироощущения. И помните, да? Сильное влечение к противоположному полу. Все вы можете почувствовать свои грехи. Поскольку есть сильное влечение к противоположному полу. У женщин есть сильное влечение к мужчинам, у мужчин к женщинам. Сильное это какое? Что иногда это прямо бзик. Есть люди, которые ради этого живут. Женщины будут одеваться, пока не постареют. Душиться, бегудишки завивать. И не для мужчин своих, а для вот... Мой-то балбес вообще ничего не видит. Какой он мужик сто слонов. Сто слонов у него давно уже. Умерли. Даже один слон умер у него. Был маленький слоненок и умер тоже. Так, ну, это не. Мужчины будут, так сказать, тоже из себя изображать умников. Но не для своих жен. Потому что свои жены знают, что они... Свою уже не обманешь, так сказать, что я благородный. Там перед чужими они там собирают всяких людей. Приходите. У нас сегодня вечер. И говорят, дорогая, пожалуйста, меня, пожалуйста. Ты не опускай там на вечер. Хоть не подчиняйся, что пусть и видит, какой я великий. Ну, ладно, у вас придурок будет. О, какой ты великий. Так, на самом деле, это есть на самом деле жизнь такая. Проза жизни. Они жили долго и счастливо, и вымерли в один день. Так происходит. И жители этих варш, и даже наши варши, которых мы еще не видим, и даже не знаем их существование, очень велики. Огромные... Здесь огромные миллионы людей еще существуют рядом с нами. Потому что мы живем на паре товаршей и воспринимаем только 42 в диаметре. Еще столько, много мы даже не знаем и не воспринимаем. Так, время наше сегодняшнее стекло.